Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В Рожской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Остался в живых 7-летний Жакшилык Шаралиев после крушения турецкого Боинга единственный из всей семьи остался в живых под развалинами собственного дома. Усыновить его хотят сотни семей. Вот так стоял сарай. Там была дверь. Потом мой дом разрушился, а сарай остался. Вы это видели? Снимали это? На пускной лоск казахстанские власти в преддверии универсиады решили не пускать в центр столицы битые и неисправные легковые автомобили и грузовики. Из-за этого универсиады не ездят, что ли, теперь? Без права на защиту. Тысячи таджикских женщин ежедневно подвергаются насилию в семье. Обратиться за помощью рискуют единицы. Специальный репортаж Анушервона Арипова. У мужа много братьев. Они меня тоже мучили. Муж в России, а они приходили ночью и домогались. Обратный отчет. До инаугурации Дональда Трампа остается меньше трех дней. Эта церемония рискует стать самой скандальной в истории США. Что касается тех людей, которые не пойдут на церемонию, то с этим все в порядке. Потому что нам очень нужны свободные места. И я надеюсь, что они вернут мне свои билеты. Важнейший из искусств. Казахстанские кинотеатры отказываются показывать фильмы местных режиссеров. Можно ли привить любовь к отечественному искусству насильно? Только кинотеатры сами решают, какие фильмы на каком языке крутить. Наш выпуск мы начнем с истории, которая потрясла весь Кыргызстан. Семилетний мальчик Жакшилык Ширалеев потерял всю свою семью, когда турецкий самолет рухнул на его дом. Жакшилык еще не знает, что он остался один. Из близких родственников у него теперь только дедушка с бабушкой. Но сотни людей в республике уже объявили о том, что готовы усыновить Жакшилыка. Нашему корреспонденту Джебек Бегалиевой с разрешения дедушки удалось встретиться и поговорить с мальчиком. Как тебя зовут? Мой зовут Жакшилык. А сколько тебе лет? Детый. Детый? А детый, а детый? Детый. Семь. Сейчас в Кыргызстане, наверное, нет человека, который не знает Жакшилыка. Его история потрясла многих. Страшная авиакатастрофа унесла жизни всей семьи мальчика. Мамы, папы и двух младших сестер. Когда наш дом только разрушился, мне ужасно захотелось есть. О том, что случилось в тот день, Жакшилык рассказывает сам. Об упавшем самолете, о том, как он очнулся посреди развалин, обо всем, кроме одного. О маме с папой привоклассник не говорит и даже не спрашивает. Вот так стоял сарай. Там была дверь. Потом мой дом разрушился, а сарай остался. Вы это видели? Снимали это? Все дома, начиная со второй улицы, на которой мы брали воду, и заканчивая восьмой улицей, были разрушены самолетом. А он потом взорвался. Все дома остались под руинами. О том, что никто из его семьи не выжил, Жакшилык еще не рассказывали. Хотя о тете мальчика в личном разговоре делится, племянник, возможно, догадался сам. Жакшилык не знает о том, что его родители и сестры погибли. Но при этом он говорит, чтобы я не ждала его папу и маму. Не знаю, может он чувствует или видел что-то. О том, что он не хотел ехать домой в тот день, Жакшилык рассказал соседке по палате. Сдерживая слезы, женщина до сих пор крепится. Плакать при мальчике запретили врачи. Жакшилык сказал папе, давай останемся у дедушки. Они, оказывается, привезли младших дочек на осмотр врачам в город. Накануне они все с мамой и папой ночевали у дедушки. А на следующее утро Жакшилык проснулся среди развалин дома. Рассказать о том, что Дюкшилык теперь остался один, родственники решились лишь на утро. В день похорон его родителей и сестер. Сегодня в этом доме прощаются сразу с четырьмя близкими людьми. Мой сын Ширалы Уулу Уларбек был 90-го года рождения. Моя невестка Акмарал 91-го года рождения. Внучке Сабина, Аида. Одной было 5 лет, второй 2 года. Папа Дюкшилыка работал водителем маршрутки в Бишкеке. Мама была домохозяйкой. Когда 7 лет назад в молодой семье родился сын, родители вместе решили назвать мальчика Дюкшилыком. Счастье, благо, так переводится его имя с кыргызского. С таким именем, им казалось, их сын обязательно должен быть счастливым. Тюбек Бегалиева, Азат Антымаков, Бегсултан Абубакирулу. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. В Алма-Ату ограничат въезд транспорта. Речь идет о грузовых машинах и автомобилях, не соответствующих экологическим требованиям. Ограничения будут действовать во время проведения универсиады. Как сообщил глава мегаполиса Бауржан Байбек, полицейские уже приступили к выявлению транспортных средств, чей выхлоп превышает норму токсичности, а также аварийных и технически неисправных машин. По мнению мэра, эти меры снимут нагрузку на автомагистралях и улучшат имидж не только самой универсиады, но и республики в целом. 28-я всемирная зимняя универсиада пройдет в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Алматинские власти ожидают, что соревнования посетят около 30 тысяч туристов. В эти дни движение транспорта будет ограничено не только в полутора миллиона мегаполисе, но и в Алматинской области. Однако сами алматинцы по-разному отнеслись к инициативе городских властей. Машины – это наша собственность. Если в городе он живет, как он будет машину свою оставлять где-то? Из-за этого универсиады не ездят, что ли, теперь? Ну, если машины старые не нравятся, тогда их надо вообще как-то запретить, а не в какой-то определенный момент. По-моему, это логично будет. А то вам разрешают пользоваться каждый день, а тут вывеску надо сделать, что у нас все машины новые. Ну, что-то опять показуха. Мы же от советского прошлого ушли. Ну, правильно. Надо город содержать чистым. Ездите на чистых машинах, и все будет прекрасно. Город-то у нас красивый. Зачем загрязнять наш город? Обычные люди, как они должны передвигаться будут на автомобиле. Поэтому не стоит как бы. Общественный транспорт у нас не сильно развитый. Мне кажется, все-таки лучше сохранить имидж города. Так будет красиво. Ну, хоть немножко, так сказать, фантик, да, но пусть лучше будет приятно. Ну, должен каждый за своей машиной следить, что за безобразие. Воняет. Я думаю, что оставить надо, чтобы проезд люди могли проехать свободно. Ну, иностранцы, пусть они своей дорогой едут. А свободно где-то сделать, проезд им. А Туркменистан готовится к выборам президента, которые состоятся 12 февраля. Регистрация кандидатов на главный пост республики уже закончилась. По данным ЦИК, в выборах примут участие 9 претендентов, включая действующего главу государства Гурбангулы Берды Мухамедова. Зарегистрированные кандидаты были выдвинуты так называемыми инициативными группами граждан. В списке. Замглавы Марысской области Джуманазар Аннаев. Директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода и депутат парламента Рамазан Дурдыев. Замглавы Дашагузской области Мерет Дурды Гурбанов. Начальник управления экономики Ахалской области Сердар Джелилов. Гендиректор объединения Гора Богас Сульфат Сулейман Непес Нурнепесов. Зампредседателя гособъединения пищевой промышленности Максат Анна Непесов. А также кандидаты от трех туркменских партий. От партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев. От аграрной партии председатель Марысского областного комитета этой партии Дурды Галыч Уразов. Действующий президент Гурбангулы Берды Мухамедов идет на выборы от демократической партии. Он отказался от положенного ему телеэфира в пользу соперников. Но вряд ли это как-то может повлиять на итоги предстоящих выборов. Берды Мухамедову сейчас 59 лет. Он правит страной с 2006 года, когда скончался предыдущий лидер страны Сапар Мурат Ниязов. Если Берды Мухамедова снова изберут президентом, то он будет занимать этот пост до 2023 года. При этом количество президентских сроков в Туркменистане не ограничено. Половина женщин Таджикистана подвергается домашнему насилию. Это данные Азиатского банка развития, давшего гендерную оценку по республике. В основном страдают сельские женщины. По мнению местных правозащитников, обратиться за помощью им мешают традиционное воспитание и незнание о своих правах. О постоянном страхе и мрачных буднях жертв семейного насилия в специальном репортаже Анушервона Арипова. Только алименты удалось назначить для ребенка. Мы в ЗАГСе не регистрировались. Муж на тот момент считался несовершеннолетним. Вот уже шесть месяцев прошло. Алименты так и не выплатили. Это Рубия. Ее имя мы специально изменили, а лицо она показывать не хочет. Сегодня она пришла в Центр помощи женщинам, чтобы получить юридическую консультацию и добиться от семьи мужа задолженности по алиментам для трехлетней дочери. За полгода сумма выплат составила всего 75 долларов. Но для Рубии эти деньги много значат. Она круглая сирота и живет с тетей на ее пенсию в 25 долларов в пересчете на национальную валюту. У мужа много братьев. Они меня тоже мучили. Муж в России, а они приходили ночью и домогались. Например, говорили, что он тебе больше не муж. И предлагали отношения, то есть близость. Они угрожали сбить. И я не смогла отказать. Здесь она уже не в первый раз. Три года назад, еще во время беременности, Рубия обращалась в Центр за защитой. Помимо недоказанных в суде изнасилов и со стороны братьев мужа, над ней постоянно издевалась свекровь. Выгоняла из дома. Закончилась тем, что Рубия все-таки ушла. А через суд добиться смогла лишь мизерных алиментов для дочери. Свекровь говорила сыну, выгони ее, она нам не подходит. У нее нет отца и матери, никто не знает, как ее воспитывали. Насилие бывает со стороны свекры и его братьев. Но чаще всего мы видим насилие со стороны мужа и его матери, то есть свекрови. Нередко, если муж бьет жену, его подводит к этому его мать. Только в этот Центр помощи женщинам, обслуживающий город Кургантюбе и район Хуросон, за последний год обратилось более 650 женщин, пострадавших от домашнего насилия. По словам сотрудников, больше всего приходят жены трудовых мигрантов. Находясь в России, мужья не помогают женам, а вернувшись домой, все заработанное отдают матерям или на свадьбы младших братьев. Помимо физического насилия, есть другие виды насилия. Это моральное и финансовое, например. Сейчас в основном финансовое насилие преобладает над другими видами. Когда муж находится в трудовой миграции, когда работает за границей и не высылает денег на содержание семьи. Эксперты утверждают, что количество женщин, обращающихся в подобные центры, с каждым годом растет. Это связано с повышением информированности среди слабого пола. Но тех, кто молча терпит издевательства, во много раз больше. Из-за особенностей традиционного воспитания и низкого уровня грамотности в сельской местности, незнания элементарных прав, женщины просто не верят, что они могут найти защиту. Первая причина – это причина воспитания в семье. Когда мы девочек воспитываем в покорности, в постоянном принятии того, что происходит. Мы не учим женщину отстаивать свои права. Мы не учим женщину быть человеком. Вот если в вашей семье мальчики и девочки вы кому дадите образование? Ну, наверное, в большинстве случаев скажут, я дам образование мальчику, потому что он меня завтра будет содержать. А девочка уйдет в другую семью. Это отрезанная ломать. По неофициальной статистике, каждый день в Таджикистане из-за физического, финансового или какого-либо другого насилия минимум одна женщина свозит счеты с жизнью. Только в прошлом году было четыре случая, когда женщины из-за безысходности убивали не только себя, но и всех своих детей. Часто невестки ставят в вину, что она рожает только девочек. И это якобы становится поводом для того, чтобы выгнать ее из дома или сделать рабыней. Среди малообеспеченных и бедных слоев населения женщина не может даже вернуться домой, так как отцу и матери не нужны лишние голодные рты. Бывает так, что жену, ушедшую от мужа, не принимают отец и мать. У нее нет профессии, она нигде не училась. У наших партнеров есть специальное убежище. По решению комиссии, женщина может прожить там две недели, получить какие-то профессиональные навыки. Несмотря на то, что в Таджикистане принят закон, защищающий женщин от семейного насилия, из-за низкого уровня сотрудничества между различными ветвями власти и НПО, его исполнение проконтролировать очень и очень трудно. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Обратный отчет. До инаугурации Дональда Трампа остается меньше трех дней. Эта церемония рискует стать самой скандальной в истории США. Что касается тех людей, которые не пойдут на церемонию, то с этим все в порядке. Потому что нам очень нужны свободные места. И я надеюсь, что они вернут мне свои билеты. Важнейший из искусств. Казахстанские кинотеатры отказываются показывать фильмы местных режиссеров. Можно ли привить любовь к отечественному искусству насильно? Только кинотеатры сами решают, какие фильмы на каком языке крутить. Вице-президент США Джо Байден уверен, что Москва пытается уничтожить Европейский Союз. Это заявление он сделал, выступая на очередной сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Байден предупредил, что Россия будет вмешиваться в избирательный процесс во время грядущих выборов в Европе. Под руководством Путина Россия использовала все доступные средства для того, чтобы свести на нет европейский проект, нащупать линии разлома между западными народами и вернуться к политике сфер влияния. И речь не только о США. Европа видела подобные атаки и раньше. Джо Байден в своей речи несколько раз упомянул Украину, подчеркивая, что страна избрала путь борьбы за демократические ценности и нуждается в поддержке. Поддержку от Швейцарии Украина получит в самое ближайшее время. Это кредит в 200 миллионов долларов. До конца января Украина получит 100 миллионов долларов, которые поступят на счета Национального банка. Это финансовая помощь от Швейцарской конфедерации. Первая часть транша, который направлен на поддержку Украины. В Давосе президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Швейцарии Дорис Лойдхарт. Они обсудили, как ускорить совместное расследование о преступлении предыдущей украинской власти и возвратить в страну замороженные активы, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Правда, как именно стороны собираются этого достигнуть, не сообщается. До инаугурации Дональда Трампа остается три дня. И чем ближе день его вступления в должность, тем больше скандалов разыгрывается вокруг избранного президента США. Судебный иск, бойкот со стороны конгрессменов, дипломатические претензии из Пекина и готовящиеся протесты в Вашингтоне. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. По оценкам американских спецслужб, инаугурацию 45-го президента США посетят до 900 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем на церемонии вступления в должность Барака Обамы. Но и от этого числа приглашенных Дональд Трамп может недосчитаться некоторых гостей. Уже более 50 конгрессменов заявили о бойкоте церемонии. В интервью телеканалу Fox Трамп призвал их вернуть билеты. Что касается тех людей, которые не пойдут на церемонию, то с этим все в порядке. Потому что нам очень нужны свободные места. И я надеюсь, что они вернут мне свои билеты. Трамп также призвал своих сторонников приехать 20 января в Вашингтон. Туда же собираются и его противники. Заявки на проведение протестных акций до и после инаугурации подали более 30 групп. В зубботу в Вашингтоне пройдет марш женщин. Аналогичные акции планируются во всех 50 штатах. Многие участники намерены перейти вот в таких шапках. Их называют «пусси-хэтс» в честь знаменитой реплики Трампа, который в 2005 году хвастался приставанием к женщинам. Авторы идеи и волонтеры уже связали более 10 тысяч пусси-шапок. Я сама пережила изнасилование. Это сделал человек, имевший высокое положение в обществе. И я рада вязать эти розовые пусси-шапки, если это заставит людей обсуждать сексуальное насилие, насилие в семьях, насилие людьми с высоким статусом. Я хочу сказать, это ненормально. Во время избирательной кампании 12 американок обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Политик все отрицал и называл женщину лгунями. За три дня до его инаугурации одна из них, участница реалити-шоу «Ученик» Саммер Зервас, подала против Трампа иск о защите чести и достоинства. Справедливость должна восторжествовать. Мы считаем, господину Трампу необходимо ответить на обвинения мисс Зеверс в суде, а не посылая сообщения в Твиттер из его спальни посреди ночи. Демонстрацию во время инаугурации Трампа планируют и, например, сторонники легализации Мальхуаны. Они намерены раздать перед церемонией более четырех тысяч сигарет с травкой. Мол, без них четыре года президентства Трампа будет пережить очень сложно. Мы делаем это, чтобы отстаивать наши права, заявить, что мы не отступимся от своих позиций по легализации марихуаны, которая может принести много денег и рабочих мест, и улучшить здоровье людей. Инаугурация Трампа проходит при рекордно низком рейтинге. Согласно опросу Гэллопа, избранного президента поддерживают лишь 40% американцев. Для сравнения, рейтинг Барака Обамы при вступлении в должность был в два раза выше. Трамп, как всегда, ответил в Твиттере. Те же люди, что делали неверные опросы о выборах и так ошиблись, сегодня занимаются рейтингом поддержки. Они предвзяты, как никогда ранее. Зато россияне по опросам того же Гэллопа поддерживали Трампа еще до избрания. Положительно о нем высказываются и в Кремле. На инаугурацию Трампа от России приедет посол США Сергей Кисляк, как и положено по протоколу. А вот приглашение тайваньской делегации стало нарушением инаугурационных традиций. США поддерживают политику одного Китая. И вслед за Пекином не признают независимость острова. Трамп, уже лично беседовавший с президентом Тайваня, намерен это пересмотреть. Пекин выразил свое возмущение. Мы вновь призываем США не допустить посещения инаугурации президента делегаций от тайванских властей и не поддерживать никаких официальных контактов с тайваньскими чиновниками. Позиция Китая уже была четко и однозначно объяснена администрацией США и команде Трампа. Инаугурацию обычно посещают и экс-президенты США. Обязательно присутствие уходящего лидера и его супруги. Посетят церемонию Джордж Буш-младший и Чита Клинтонов. А вот 92-летний Джордж Буш-старший мероприятие пропустит из-за здоровья. В субботу он был госпитализирован. Сейчас его жизни, по сообщению врачей, ничего не угрожает. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Казахстанские кинотеатры отказываются брать в прокат фильмы отечественных режиссеров. Особенно, когда речь идет о казахскоязычных фильмах. По мнению прокатчиков, они не заполняют кинозалы и, соответственно, не приносят прибыли. Чтобы поддержать казахстанскую киноиндустрию, в Министерстве культуры и спорта разработали новый проект закона о кинематографе. Поможет ли он решить проблемы казахстанской киноиндустрии, выясняла Айнур Коскина. Фильм «Алмазный меч», снятый к 550-летию создания казахского ханства, не показывают казахоязычных регионах страны. В других областях его можно посмотреть либо в 9 утра, либо последним сеансом. Это вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Некоторые казахстанцы считают, что картина обязательна для просмотра всем школьникам и студентам. Однако кинопрокатчики считают иначе. Законодатели, в свою очередь, предлагают компетентным органам проверить деятельность кинотеатров. Видимо, это связано с тем, что они считают, кинопрокатчики, что наши казахстанские фильмы не могут набрать соответствующую аудиторию. Для того, чтобы оправдать все затраты, связанные с кинопрокатом. Мне кажется, это аргумент, который часто приводят наши кинопрокатчики. Мне кажется, что этот аргумент требует проверки. Министр культуры и спорта объясняет нежелание кинотеатров брать в прокат отечественные фильмы тем, что зарубежные кинокомпании требуют прайм-тайм для демонстрации своих фильмов. Пока мы законодательно не отрегулируем все наши действия, почему казахские фильмы должны в утреннее время показаться, а не во время прайм-тайма. Львиная доля – это депутат зарубежных, ну, продюсерской компанией. Ну, кто занимается дистрибцией. И в действительности, это первый момент. Мы должны законодательно урегулировать. Режиссер фильма «Алмазный меч» настаивает. Без государственной поддержки казахстанским кинопроизводителям тяжело противостоять западным конкурентам. Только кинотеатры сами решают, какие фильмы на каком языке крутить. Решить все проблемы отечественного кино должен проект закона о кинематографе. Новый документ, а также концепцию развития отрасли до 2050 года уже обсудили на седании правительства. Чтобы выглядеть более убедительно, министр культуры и спорта во время своего доклада то и дело прерывался для показов трейлеров новых фильмов. В год в Казахстане снимают более 250 кинокартин. Доля отечественного кинопроката составляет 6% от общего объема фильмов, демонстрируемых в стране. Сборы кинотеатров превышают 10 миллиардов тенге в год. По текущему курсу это чуть больше 30 миллионов долларов США. И только 7% кассовых сборов приходится на казахстанские картины. Режиссеры просят у государства так называемого квотирования. По аналогии с Россией у «Северного соседа» 20% всех транслируемых фильмов должны быть отечественными. Преференции производителям кино, допустим, освобождение от выплаты НДС или возврата части затраченных средств в виде такс-кредитов. Также можно было бы сделать льготы прокатчикам. Скажем, освободив их от НДС, часть этих средств можно направить на формирование фонда кино или за счет этого поднять цену билета только на иностранные фильмы. Владельцы крупных сетей кинотеатров тоже в стороне не остались. Они настаивают на внедрении открытой, а главное, доступной статистики отрасли по количеству проданных билетов, по залам, при обладании зрительской аудитории. Только тогда отрасль может стать более инвестиционно привлекательной. Глава правительства все пожелания выслушал и обнадежил. Предложения будут рассмотрены. Я понимаю, что на таком уровне, как Голливуд, как Болливуд, у нас еще там не достигли. Возможно, поэтому и необходимо, может быть, в рамках концепции пересмотреть нашу позицию по поддержке киноиндустрии в целом. Если новый закон будет принят, то в Казахстане установят правила кинопроката картин местного производства. И тогда жители отдаленных регионов смогут посмотреть новые фильмы отечественных режиссеров. Айнур Коскин, Организат Успанов, Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currentime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.